я вижу путина верхом на медведях извините мне следовало дать вам поспать вы собираетесь их забрать нет нет индивидуалист не выжил бы в суровых российских условиях россия страна с чрезвычайным разнообразием с множеством этнических групп и языков поэтому мы будем знакомить американцев с представителями разных национальностей и говорить о том как они интегрируются мы будем говорить о разнообразии экономики россии вы знаете почему россия обладает способностью быть самодостаточной о том что делает ее самодостаточной и мы просто будем знакомить людей с русским народом поездку я уже побывал на фермах во время своей поездки я только что говорил о посещении места похожего на ферму но я обязательно побываю на фермах я побываю везде но суть в том что везде куда бы мы не отправились и в некоторых местах куда мы направляемся нет стандартных интернет-сервисов потому что они очень удаленные так что мы собираемся оборудовать мобильную студию где мы будем делать живые подкасты но мы также собираемся во время этих подкастов каждое место куда мы приезжаем связывать с тем что мы называем городом по братимам здесь в соединенных штатах и в этом городе по братиме мы найдем людей которые добровольно согласятся стать друзьями по переписке и мы собираемся свести их с русскими и каждый подкаст будет включать в себя первый телефонный звонок о том как мы соединяем американскую семью с русской семьей и даем им возможность познакомиться чтобы встретиться друг с другом и узнать друг друга получше и затем надеюсь когда мы уедем это сможет продолжаться и расширяться так что к тому времени когда мы покинем россию у нас будут буквально сотни американских семей которые будут регулярно общаться с сотнями российских семей просто узнавать друг друга просто учиться друг о может быть их дети смогут стать друзьями и дружба это продлится всю жизнь и начнет разрушать русофобию которая охватила нас и еще я думаю что это благословение хотя если вы перейдете на другую сторону вы сможете пролить свет на то чего так много американцев никогда не видели и даже не думали что это и есть россия таким образом вы смогли донести совершенно иную точку зрения до многих людей которые были просто полностью ошеломлены тем что они слышат и видят в основных новостях так как долго вы собираетесь отсутствовать в свой следующий визит первая неделя июня и я вернусь 20 июля да ничего себе маверик вы собираетесь забрать его с собой ну что же привет маверик я слышала что ты там внизу привет маверик извините мне следовало дать вам поспать вы собираетесь их забрать нет нет индивидуалист не выжил бы в суровых российских условиях там водятся львы тигры и медведи боже мой индивидуалист я вижу путина верхом на медведе но индивидуалист работа индивидуалиста заключается в том чтобы защищать меня здесь дома и он хорошо справляется со своей работой нам пришлось подстричь ему волосы он не похож на традиционного шпица но он вышел на коровье поле и валялся в вещах которые очень плохо пахнут и поэтому нам пришлось пойти искупать его и часть процесса купания заключалась в том чтобы срезать с него немного грязи так что сейчас он выглядит совсем не как померанский шпиц но все в порядке ваша дочь тоже собирается путешествовать с вами когда вы приедете поедете сожалению нет один из них заканчивает с у меня две дочери обе они ездили со мной виктория ездила со мной в первую поездку и в мае прошлого года а затем патриция присоединилась ко мне в декабре и январе патриция заканчивает получать степень магистра а затем ей нужно будет устроиться на работу так что она собирается сосредоточиться на этом а виктория получила степень магистра и теперь имеет работу и она вы знаете у них нет такой роскоши как возможность отключаться на некоторое время почти два месяца так что нет они этого не сделают им придется пережить это живя опосредованно но я приведу с собой несколько человек джефф норман мой соведущий в программе спроси инспектора потому что мы собираемся проводить спроси инспектора в каждом городе куда мы приедем мы будем делать подкаст об этом а затем надеюсь с нами приедут люди которые помогут запечатлеть этот опыт на видео и в дополнение к трансляциям мы будем выпускать различные видео продукции которые показывают что происходит в россии и опять же помогают представьте то что мы видим более широкой аудитории так что я буду путешествовать не один к тому же у меня есть александр зирьянов который только что превратился в очень очень хорошего друга я имею в виду что когда я встретил его он мне сразу понравился но как вы можете называть кого-то другом если вы его не знаете вы этого не знаете знаете ли и мы должны знать что когда вы путешествуете с кем-то так как путешествуем мы я имею в виду что вы узнаете его очень быстро и есть некоторые люди которые выставляют себя на всеобщее обозрение ну вы понимаете публичной персоной но потом когда вы видите их наедине они становятся по-другому александр то что вы видите это то что вы получаете это что вы видите это просто великий человек один из самых умных парней которых я когда-либо встречал настоящий новатор настоящий человек эпохи возрождения с точки зрения своего подхода вы знаете он мог бы легко впасть в обычную для россии ситуацию которая заключается в том чтобы просто повернуться против запада сказать вы знаете это справедливо запад предал нас запад напал на нас запад нам ни к чему он мог бы это сделать он этого не сделал единственное что он сделал это посмотрел подкасты подобные этому он посмотрел спросите инспектора и сказал я хочу поближе познакомиться с этим парнем я хочу узнать о нем побольше и хочу работать с ним чтобы создать условия для улучшения отношений между соединенными штатами и россией он пошел на огромный политический риск чтобы сделать это но он верит в это он верит в то что он хороший человек он верит в то что нужно помогать людям и я имею в виду что лучшего друга и желать нельзя и теперь я действительно могу называть его другом потому что провел с ним так много времени я не знаю называет ли он меня больше другом потому что возможно я слишком сдержанно приветствовал его но после этой поездки мы посмотрим будет ли он по-прежнему разговаривать со мной но бьюсь об заклад джефф счастлив и взволнован я думаю что да я думаю что да я имею в виду что как и большинство вещей которые я могу сказать я могу сказать это и я сказал это джеффу то что он думает что он испытает это что он собирается испытать это две совершенно разные вещи которые вы можете понять неужели ты не можешь себе представить что сейчас произойдет если бы вы спросили меня какой по моему мнению должна была быть моя поездка в мае я бы придумал что-то совершенно отличное от того чем она оказалась это чем она оказалась просто сногсшибательно я никогда не смог бы описать то же самое когда я был там в декабре и январе я имею в виду скотт что ты едешь в чечне о здорово ты знаешь что пока ты там скотт ты встретишься с рамзаном кадыровым это интересно хорошо скотт они собираются провести тебя перед 25 чеченскими солдатами на параде специально для тебя и тебе придется выступить с речью неподготовленным да ну что же черт возьми я мог бы я мог бы предвидеть это нет вы не можете этого сделать в этих поездках происходят такие вещи которые просто необходимы